Всем привет! С вами Ира Кураж и мы продолжаем проходить Pillars of Eternity. Заранее извиняюсь за, возможно, очень странное аудио, потому что я в процессе смены аудиосетапа и получается, что пока новый аудиосетап еще до конца не настроен, а старый уже разобран. Поэтому, возможно, что-то может очень сильно измениться, но я надеюсь, что в итоге мы значительно усилим... ну, как усилим? Улучшим качество звука. В общем-то, это цель. Ну, понятно, что никто не ставит целью ухудшить что-то. И тем временем мы с вами ищем Свидетель Ондры. Это какой-то артефакт, который позволит нам избежать затопления нижних этажей аббатства и вообще освободить чуваков. Я так думаю, что мы все-таки их освободим в итоге. За дверью в темноте мелькают какие-то очертания. Из-за закрытых залов периодически доносится едва различимое эхо шепота и завываний. Вау. Похоже, дверь забаррикадирована изнутри, а она не поддается. Ай. Ладно, но я надеюсь, больше вот тех сильно бьющих монахов не будет. За дверью в темноте мелькают какие-то очертания. То же самое. И дверь надежно заперта. Отлично. О! На четырех каменных панелях вырезаны сцены океанского побережья. Они установлены на сети направляющих и расположены почти беспорядочно на разной высоте. Давайте осмотрим панели. Панели закреплены на направляющих, которые изгибаются и перекрашиваются, напоминая морские водоросли. В стене за направляющими видны четыре углубления, в которых могут поместиться панели. На панелях изображены пустынное побережье, охваченный пламенем город, цветущий город и приливная волна. Давайте переставим панели. Похоже, любую панель можно вдвинуть в любое углубление, переместив ее по сети направляющих. Отлично. Первая свободная. Наверное... Типа... Город горит. Так. Когда панель перемещается к углублению на стене, вы аккуратно давите на нее, она входит без сопротивления и фиксируется на месте. А дальше, наверное, прилила волна. Когда панель перемещается к углублению на стене, вы аккуратно давите на нее, она входит без сопротивления. А дальше, наверное, вода откатила. Типа пустынное... Или цветущий город. Наверное, пустынное побережье. Так. Все то же самое. И цветущий город. Ну, мне кажется, это типа проондру, что типа... Вот, в городе все плохо, хоп. Водой его окатило. Все... Как бы вода ушла, все хорошо. Ух ты. Из-за толстой стены слышится металлический гул, а затем размеренное жужжание. В стене, примерно на высоте пояса, отодвигается плитка. Под ней обнаруживается высеченное в камне изображение океанской волны, огибающий лунный серп. Давайте покажем знак прилива над скрытой выемкой. Вы сгибаете пальцы так, как делал Каото, и заносите их над высеченной в камне волной. Затем указательным пальцем и мизинцем другой руки вы проводите дугу полумесяца. Землю сотрясает сильная дрожь. Отовсюду доносится шум бегущей воды. Оу. И типа мы затапливаем залы, что ли? Ау. А там еще появился кто-то и еще и бафнулся. Что это за фигня? Не, ну мы же сейчас не собираемся все затапливать прям к чертям вот так категорично. Да, нет, не знаю, другое что-нибудь. Не совсем понятно, просто все-таки хочется чуваков спасти. Для этого, наверное, нужен артефакт. Воу. И у нас парализовала рандо. Но чувачки встали так не очень-то умно. Давайте даже им назло. Там у стойка была какая-то обилка, которая проклинала землю под врагами. Вот это. И прям вот туда ее и кинем. На тебе вам. Лохи. Решили сражаться в коридоре. Ну, держите. Там что-то их монах пытается сделать по этому поводу. О, она один раз, что ли, наносит? Я думал, это такой дот хороший. Так, и перемещаться было плохой идеей. Ну, ладно. Мы тоже орать умеем, братишка. Мы еще сейчас вот вам так сделаем. И я думаю, сайфер на этом должен почить с миром. Что он и делает? Спасибо ему за это. Там кто-то, кстати, из врагов был неуязвим. Это очень интересно. Ну, к счастью, недолго музыка играла. Стоп. Куда пропала надпись? Алло, гараж. Но артефакта у них как-то нет. Эй. Эй-эй-эй. Надпись, покажите. А, это внутри, может быть, нет? Среди красных отпечатков рук на полосе густой свинувшейся крови висит колок волос. Я так подозреваю, это то, как они убеждали людей принять их обычаи и обряды. Не очень хорошо с их стороны. Я вижу вот эту дорожку лунного света. Прикольно. Вот это классно сделано. Реально классно, мне нравится. Тикс. У нас есть проход куда-то, но сначала мы себе откроем путь к отступлению. Это очень разумно. И, знаете, еще у нас будет автосейв, который наш второй путь к отступлению. Это тоже немаловажно. И тоже очень разумно. Ну, спорить с этим глупо. Так. О, и кажется, это то, что нам надо. В эту глубокую полукруглую плиту установлен сосуд для разбрызгивания святой воды. Но в таком виде он больше похож на рычаг. На стене за ним высечены изображения поднимающейся волны и открытых ворот. А, передвинуть предмет к открытым воротам. Где-то далеко слышится механический щелчок заржавевших запоров и стон железных петель. Такс. И я надеюсь, что мы таки слили воду, а не затопили всех к чертям. О. Да, чуваки, спасайтесь. Спасайтесь. Ну. Возможно, нам дальше придется зато пробиваться с боем. Ну, хотя бы нас должно согревать то, что мы сделали правильное дело. Что? Остановите их! Наши братья, не причиняйте им вреда! Хе-хе-хе. Ваших ушей достигают гулкие звуки голосов. Слова неразличимы, но вы распознаете смех, плач и радостные возгласы. Вскоре вдали раздаются встревоженные крики. Машина со щелчком отпускает странный стержень. Вы прячете сосуд себе в рюкзак. Так. Приливондры. Надеюсь, холод доберется до них раньше, чем они доберутся до селения. Ну, соу-соу. Они, конечно, немножко сумасшедшие, но право на жизнь они имели. Все-таки их во всю эту историю затащили ни много ни мало обманом. Давайте, может, еще, если этот дядька тут остался пока, что поговорим с ним. Может, он нам что-нибудь скажет на путстве. Ну, а если нет, пойдем дальше. Ммм, дядька все правильно сделал, как бы проанализировал ситуацию и понял, что надо давать по тапкам. Ну, интересно, они наверняка же могут как бы сопоставить 2 и 2 и понять, что освободили пленников никто иные, как мы. Или нет? Ну, по крайней мере, сейчас мы это и узнаем. Эй! Священные залы, они открыты! Кощунство! Чуваки, мы вестники прилива. Мы делаем то, что говорит нам прилив. Ой. Интересный баг. Ну, просто представляете, да, допустим, не сегодня, так завтра в наш мир возвращается Иисус. Ну, если бы он когда-нибудь существовал. И все такие, о, Иисус, прикольно. Что ты собираешься делать? И тот такой, да я вот сейчас наведу порядок, короче, я вообще ништяки. И вот так, не-не-не, ты знаешь, Иисус, у нас уже все по-другому устроено немножко. Тут как бы немножко коррупция и все остальное. И мы с этим живем, нам удобно. Давай ты не будешь. И тот такой, ребят, погодите, я Иисус, мать его. И точно то же и тут. То есть мы новый вестник прилива, и нам напрямую Ондер говорит, что делать. Поэтому, блин, они что, неубиваемые, что ли? А, нет, смотрите, Каран кого-то смог уничтожить. Давайте потихоньку, помаленьку, по одному. Они очень крепкие, стоит отметить. Но там кто-то даже с ног упал. Так, давайте Кана возьмет и вихрем пустит. Я так чувствую, что этот бой все равно будет скоро закончен. Поэтому вот этот вихрь от Каны, он, в принципе, приведет бой к тому, что тот закончится пораньше. Все равно эти очки на пиво, к сожалению, после боя сразу же теряются. Поэтому не потеряли мы ровным счетом ничего. Ну, полагаю, что буквально через пару секунд нас ждет приятная встреча с главным чуваком. Да? А он куда-то смотался. Гаденыш, а куда он смотался? Он мог либо в своих покоях запереться. Это вариант раз. Ну, вряд ли. Да? Увы. Хотя, мне кажется, отличная тема. Типа, пришел чувак, который должен тебя заместить. Ну, и где? То есть, где ты можешь спокойно подготовить все ловушки? Естественно, на своей территории, в своей комнате. Ты можешь там хоть арсенал держать. Ты главный чувак, священник аббатства. Понятно, что тебе там, ну, ничего не сделают. Ты на родной территории. Такс. Ну, в общем и целом, оу. Ага. Тяк. Ну, в общем и целом, нам предстоит перевить еще шоблы народа. Вау. Хотя, они вроде как... Куда? Куда? Куда вы, ребята? Зачем так глубоко? Манеха. Ты пока жива, хотя бы крикни на них. А теперь прыгай обратно. Вот. Ну, я сейчас чувствую, будет веселая прогулочка по аббатству. Что немаловажно. Мы хотя бы выстраиваем врагов так, что... Ой, Андрей цихворяющий чар. Не-не-не. Вот этого вот как раз не надо. Никаких тут чар. Ранд прыгнул внутрь. Вааааа. Сколько молний. Воу-воу-воу. Это что? Это что за покемон, мыть твою? Друг Алот, давай спасай свою жизнь. То есть, понятно, что там Андрей призывающий бурю. Ой. Но Алот сейчас придется очень нелегко, потому что его просто вплотную фигачит какой-то монах. А все, что при этом делает дружбан-стоик, это просто смотрит. О. Немножко выносливости и... Эх. Алот взял и распался. На кусочки. Давай еще стойко за молоти нам, да? У стойко, благо есть тапочки быстрого бега, и он как только дела идут не очень, сразу может радостно смыться. Специальная особенность его такая. Так. Во. Вот. Ладно. С горем пополам этот бой мы прошли. Хотя, конечно, не без сложностей. Зато здесь есть замочек, который даст нам экспу. Подумал я, а потом вспомнил, что у нас все максимально уровня. И как бы черт бы с этой экспой. Но койки. Давайте попробуем передохнуть, потому что все чего-то уже так подранены немножко. Гораздо лучше. Причем, я так понимаю, в монастыре происходит паника, там атас, к ним вторглись чужаки, резня. А мы мирно посапываем на койках. Такие типа, окей. Во. Понеслась жара. Ну и стойк. Братишка, ну кидаю защитное заклинание. Причем здесь есть уже даже заклинание выше уровня, вроде как, где-то там. В недрах. Ловел ап. Но получается, что во второй части, наверное, у нас максимальный уровень будет больше. Такое логичное предположение можно сделать. Давай ондрит кулак приливаю. А, но вот эти двое в любом случае его не могут бить. Ну, ранг просто покричит из-за досады. Или от досады скорее. Во. Есть. Страж полумесяца. Давайте, ребят, давайте. А-а-а. А лот опять слег. Нормально. То есть чувак просто в толпе наших подбежал. И надавал лот по щам. И никто ничего по этому поводу не сделал. Да, стойк, я обращаюсь к тебе. Гаденыш. В реальной жизни я бы тебе голову за такую свернул. А это куда у нас ведет штука? Зал безмолвия. Но зал безмолвия нам, собственно говоря, не нужен. Мы уже там всех освободили. Делов натворили. А где усыпальница? Интересненько. А, вот она. Называется в глаза долблюсь. Главное, сейчас по пути никого не встретить. Но полагаю, что всех, кого мы могли встретить, мы уже встретили. Остальные вылавливают бедных, бежавших монахов, чтобы заставить их принести себя в жертву. Такой, стой, 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 стой. Ты же должен принести себя в жертву, братан. Тут такой, нет, я хочу жить. Я безумный. Ха-ха-ха. Да. Странная штука. Оба-на. Вот она встреча. Ты совершил ужасную ошибку. Я исправлю ее во имя Лондры. Короткий разговор. Блин, мне очень не нравятся вот эти вот кулаки прилива. Прямо конкретно. Но, я думаю, стойку, наверное, он может прям вот так начать в него ссать своей суперштукой. Так, ну губительный ветер здесь не зайдет. А леденящий гребень. Во. О, смотрите-ка. Нет. Так, там еще кто-то бежит. Поэтому давайте-ка мы еще жучков. Паучков. И, в общем-то, вызовем все, что можно вообще. Опа. Так, пауканы, пауканы. Знаете, вы займетесь вот этим чуваком. Алло, планы поменялись, братан? Тебе придется просто с ферками кидаться. Рант крикнет, испугает. Манеха крикнет, испугает. Так, она. Ммм, так. Рант еще может, кстати, вызвать потом. Вот сюда. Ох. Бой с двумя чуваками было сложнее, чем... Бой со всей этой шобой. Это очень-очень интересный факт. Ну и товарищ Рант, кстати, может сейчас вертушку им запилить. Во. Кто пилит вертушку, как никто другой. Эх. И Алло, то начинают опять наваливать. Мне очень это не нравится. Алло, вроде как отступил немножко. Ну иди мне у шарик за это. Во. Как хорошо. Так, ну, товарищ скрепляющий клятву сейчас скрепил ласты. А, теперь вот этого кулака прилива надо бы замочить нафиг. Готово. Но его двойники, судя по всему, с нами на какое-то время. И у Алло Чи есть еще один шарик, уже финальный, видимо. Но... Хе. Мы все равно им воспользуемся. Потому что это очень и очень хорошая билка. Ага. И вот братан Кана. Братан Кана вызывает свои штуки. Хоба. Так, а его штуки займутся вот этим сударем. Проникающим в разум. Ага. Так. Ну, вроде бы и все. У нас даже манех пока на ногах стоит. Если стоит соизволить подбежать и кликнуть. Кинуть хилку. Хм. Ништяк, слушайте. Оу. Жаль. Просто отличное качество. Так. Что-нибудь нам здесь дадут? Ух ты. Ух ты. Штанишки. Хм. Ну и можно изучать ворота. Я думаю, после всего, что у нас произошло, они должны таки нам открыться. Эхей. Так. Там еще что-то. Это что-то выглядит так, как будто она сейчас оживет, будет огромным и начнет нас сжрать. Не очень-то мне это нравится. Но раз нам это показали, то наверняка нам именно сюда изучить череп. У богини, которая покупает веру, скрывая секреты, должны быть и свои тайны. Удивляться нам не стоит. Между рядами кристаллов торчит большой кусок металла. Кажется, его можно попробовать вытянуть. Тащим его. От вашего касания обломок металла начинает сиять оранжевым светом. Тепло поднимается по вашим рукам и обволакивает ваше тело. Вы будто таете. Честно говоря, как только я прочитал про оранжевый свет, я подумал про легендарную вещь. Тепло переходит в окружающее вас пространство. Мир становится сначала оранжевым, затем желтым, затем белым. Земля, небо и все, что вас окружает, плавится и капает вниз, собираясь вместе, будто в правильном профиле. Вы и этот осколок – последнее, что плавится и стекает вниз, завершая форму огромного молота. Металл остывает так же быстро, как и нагревался. Рукоятку теперь сжимают две большие жесткие руки. Молот занесен над плечом, широкий и пестрый, словно вершина холма. Кузнец в замахе поднимает молот вверх, и вы вздымаете в чернеющие небеса. Несколько секунд кажутся столетиями. Вы успеваете мельком заметить скалу, огромную, словно луна. Она близко, слишком близко к этому миру. Удар получается такой силы, что разрушает и молот, и камень. Скала от столкновения движется в противоположном направлении, но отколовшаяся передняя поверхность начинает падать, раскалываясь там, где пошли трещины. Сотни тысяч осколков разлетаются во все стороны, пылающие и дымящиеся обломки падают с неба. Море и суши кажутся такими далекими, но приближаются неумолимо. Давайте посмотрим на море. Крупнейший из обломков, размером с город, несется к поверхности в пламенном коконе. Края его постепенно обгорают, и размер уменьшается стремительно, но все же недостаточно быстро, чтобы сгореть, не долетев до земли. Он бесшумно падает в океан вдалеке, подняв столб воды до самого неба и вызвав волны, расходящиеся по поверхности океана, как по ткани. Затем небеса сотрясают жуткий грохот. Смотрим на сушу. Чем ближе вы к поверхности, тем более различимы отдельные ее черты. Вы заключены в огромном булыжнике, падающем среди других обломков поменьше, загорающихся и взрывающихся со всех сторон. Под вами вздымаются заснеженные горы, на них видны вкрапления городов из камней и адры. Удар при падении сметет их полностью. Теперь видна и растущая с каждой секунды тень вашего осколка. Вы вот-вот ударитесь о землю. В последний момент чей-то огромный силуэт оказывается на вашем пути. Последнее, что вы слышите, гулки удар, но это вам лишь кажется. На самом деле вы слышите облегченный и сдавленный смешок. Всего одно слово. Вовремя. Вокруг все темнеет, вы открываете глаза. Часть металлического молота вышла из кристалла и теперь вы держите ее в своих руках. Она теплая на ощупь. Воздух вокруг вас внезапно становится беспокойным, враждебным. Холодный и влажный ветер хлещет в лицо. Крупицы соли собираются в ноздрях и в уголках глаз. Пол под вами становится синий-сером и приобретает стеклянный блеск. Он бурлит и покачивается, и при падении вы пробиваете поверхность воды. Волны яростно крутят и бросают вас. Что-то скользко обвивается вокруг ваших лодыжек. Хватает с невероятной силой и тянет вниз в излистые глубины. Когда вас больше ничего не тянет, вы оказываетесь посреди бесконечной синей бездны. Вы не видите ни поверхности, ни дна. Похоже, вы смотрите вниз, но точно определить это невозможно. Раздается голос, который звучит со всех сторон. При каждом слове вас ударяют волны колоссального давления. «Лживая тварь! Осквернитель гробниц! Ты, кто копает в поисках того, что не погребал, говори, объяснись и предстань перед судом!» «А, фуф! Я искал туалет. Отличный вариант!» «Я ищу способ победить армию, которая угрожает моим землям!» «Ты ищешь то, что принадлежит мне! То, что было утеряно!» От силы гневной тирады вас несколько раз переворачивает с ног на голову. «Твои действия говорят сами за себя. Арсенал открыт. Кузня зажжена!» «Ты отпустил души, которые скрывались от меня, которые обворовали меня и сбегали моего суда!» «Гномы сами выбрали свою судьбу. Кузне суждено было оставаться забытой!» «И вот ты снова не хочешь покоиться с миром!» Вода вокруг успокаивается. Ил оседает, как медленный выдох. Постепенно проявляется обширный темный морской пейзаж, который раньше скрывала взвесь. Откуда-то далеко сверху приближаются лучи солнца, освещая зелено-золотые колонны водорослей, которые поднимаются из глубин и раскачиваются взад и вперед под действием подводных течений. «Рыбы и моллюски» патрулируют их, сбиваясь стаи сотнями и тысячами. Ближайшая стая пролетает мимо, внимательно за вами наблюдая. «Что значит суждено было остаться забытой?» «Она никогда не предназначалась для смертных. Настолько большую мощь, такие истины она скрывает. Она может принести лишь бедствия. Когда Паргруны пришли в Белый Переход, они жили мирно, у них были общие убеждения и цели. Они рассорились из-за разных взглядов на предназначение кузни, ты сам это видел. В итоге они бы перебили друг друга». «Как удобно, что мы никогда этого не узнаем наверняка. Достаточно только взглянуть на историю твоей собственной цивилизации, чтобы сомнения исчезли. Сколько войн, сколько развалов и империй можно было бы предотвратить, если бы только их лидеры забыли предметы своих амбиций. Я скорбела по Паргрунам. Злая судьба привела их сюда. Они не наслуживали такой преждевременной гибели. Какая разница, помнят о чем-то или забывают. Так или иначе, это остается в прошлом. Воспоминания – это духи прошлого. Ты, как никто другой, должен знать их влияние на настоящий хранитель. В любом случае, они наши, хотим мы того или нет. Смертные измеряют ценность своих жизней воспоминаниями. Кто вспомнит меня? Сколько пройдет времени, пока меня забудут? Воспоминания правят каждой мыслью, влияют на каждый выбор. Они могут питать страсть, понимание, любовь. Или могут привести к одержимости, безумию. В своих путешествиях ты видел много душ, которые страдали из-за них. Вспомни старого хранителя, который от рождения унаследовал немыслимые грехи. Или молодая женщина, которая привезла себя в Брэкенбурри из-за любви к тем вещам, которые, как она помнила, у нее были. Или рыбак, чья жизнь стала наказанием в тот день, когда он убил свою сестру. Или глонфонтанский парень, для которого старый медальон стоил больше, чем все плоды его трудов. Они были бы свободны от своих нож, если бы могли забыть. Их проблемы лежат глубже, чем память. От одного забвения нож и не исчезнут. Возможно, в некоторых случаях, но для многих воспоминание единственное, что остается от проблемы. Кажется, что просачивающий с поверхности свет сосредотачивается на манехе. Разве твоя жизнь не пошла бы лучшим путем, а умауа, если бы грехи из другой жизни не отягощали тебя? Я раньше так и думала, но недостаточно просто отвернуться от чего-то, чтобы оно исчезло. От этого можно разве что получить кинжал в спину. Причины этих ран давно исчезло. Воспоминание – это все, что может тебе навредить. А… ответственность – это не только воспоминания. Ответственность – это просто другое название вины. Разве тех, кто смог все исправить или родился с чужими ножами, не нужно освободить? Даже если проблемы уже остались в прошлом, воспоминания могут стать камнем, тянущим тебя в бездну. Даже если… так. Я отвергаю твою моральную парадигму, поскольку она порождает неполное определение блага, в котором не рассматривается важность проверки души. Вот это отличная фраза. Просто, знаете, поумничали на все деньги. Действительно? И на каком основании ты решил, что умнее Бога смертный? Твое допущение, что спокойствие разума равнозначно общему благу, ошибочно. Опытным путем мы знаем, что борьба и внутренние потрясения могут как ослаблять душу, так и укреплять ее. Это едва ли лучше внутреннего спокойствия? И это весь твой аргумент? Собственно говоря, нет. Я представляю тебе на рассмотрение мысль о том, что жизнь – это система для испытания души, и что неиспытанная душа чахнет от бездействия. Следовательно, лучше испытать душу, чтобы она могла преуспеть. Если она будет сломлена, то это не хуже, чем если бы она не подверглась испытанию вообще. Ну, кстати, очень интересная точка зрения. То есть, типа, наша жизнь – это испытание, и если мы его не пройдем, это лучше, чем, типа, если мы в нем не поучаствуем и будем увидать. Стойк фыркает. Возможно, ты еще не совсем безнадежен, хранитель. Твои рассуждения интересны, смертный. Возможно, в них что-то есть. Но я не желаю просто творить добро. Эти сломленные души, которые не проходят твоего испытания, их я люблю больше всего, потому что они не нужны другим богам. Те малые милости, о которых они меня просят, я всегда предоставляю. Что-то еще смертный? Хм… Почему кости одного бога запечатаны в храме другого? Не пытайся обмануть бога, хранитель. Я знаю, что ты видел его смерть. Я чувствую, когда у меня забирают что-то забытое. Абидон не заслужил умереть здесь. Это место меньшее, что я могла сделать, чтобы у останки покоились с миром. Меньшее, что ты могла сделать? Меньшее, что я могла сделать после того, как прервала его жизнь. Свет меркнет. Лес водорослей становится сгустком черных щупалец, холодным и перекрученным, как чувство сожаления. Я позвала Луну к себе, ее не брата. Это противоречило его желаниям. Он не хотел прислушиваться к голосу разума, не хотел слушать меня. В своем безумии он разбил Луну на куски, но этого было недостаточно. Самый большой из осколков все равно падал к тому, что он хотел защитить. И в итоге он отправился на место падения и принял удар на себя. Эм, фу. По твоим словам, складывается впечатление, что именно ты проявила рассудительность. Другие боги знали, что нужно было делать, но у них не хватило сил и воли на это. Даже у богов есть свои привязанности. Стереть все знания о таком грандиозном событии потребовало бы немыслимых разрушений. Восточные земли, архипелаг мертвого огня, мое решение было единственным возможным. Когда я позвала Юни брата, они промолчали, даже Абидон, он знал, что так было лучше. Но он все равно попытался это остановить. Возможно, глубоко внутри себя я знал, что так и будет. Мне стоило ожидать этого, я бы могла это предотвратить. Но почему храм? Зачем такая секретность? В то время уже забыто. Поэтому его смерть принадлежит мне. Все, чем он был до столкновения. Но ты убила другого бога. Уверен, остальные боги знают об этом. Уверен, Абидон должен знать. По заросшему водорослями дну проносится течение. От него растения наклоняются, словно молодые деревья во время урагана. Вас относят назад в потоке растерянных рыб. Нет, ему нельзя знать. Он не должен знать. Пойми, он не всегда был таким, как сейчас. Он оставил не только тело. Он посвятил себя прогрессу и трудолюбию с самого начала. Но также он был предан сохранению. В те времена он не мог ни с чем расстаться. Ничто не могло быть забыто. Его воля стала железной задолго до того, как железным стало его тело. Что он пытался сохранить? Время закончило многое значатого мной. Я не могу сказать тебе это, смертный, из опасения свести на нет результаты этой дорого обошедшейся работы. Сохранение. Почему он зашел так далеко в противостоянии с тобой? Давным-давно мы, все мы, согласились не изменять хоть развитие цивилизации смертных. По крайней мере напрямую. Если только не было иного выбора. В этом случае иного выбора не было. Он понимал это так же хорошо, как и остальные, но выступил против из чувства долга. Я бы остановила это, если бы смогла, но к тому моменту было слишком поздно. Спрашиваем что-то еще. Почему ты притянула юни-братер? Великая дилемма любого бога. Насколько близким быть к своим подданным? Если бы. Если держаться слишком далеко, то они потеряют надежду. Слишком близко это повлияет на рассудительность. У цивилизаций должны быть приливы и отливы. Если дать им существовать слишком долго, то их могущество или знания приведут к катастрофе. Было время, когда мы позволяли своим симпатиям брать над нами верх. Когда мы хранили воспоминания, которые нужно было смыть прочь. Другие боги не решались действовать. Я сделала то, что было необходимо без их помощи. Ты была слишком близко к цивилизации? О какой ты говоришь? Я говорю о том, что забыто. В тот день я потерпела неудачу, но в итоге достигла своей цели. Я не буду ворошить былое. Чтобы утолить праздное любопытство. Армия, которая уничтожила гномов, безглазые. Они твои? То, что отвергает мир, я забираю себе на попечение. Даже если что-то забыто, ему не грозит одиночество, пока есть я. Они были брошенными, покинутыми детьми, сосредоточенными на цели, у которой больше не было смысла. Я взяла их себе, дала им новое предназначение. Я не создавала их, но да, они мои. Они принадлежат Абидону. Я видел момент их создания. Когда-то они принадлежали ему, не буду отрицать. Он создал их как помощников, чтобы они работали в Иоре. Но он уже давно покровитель прогресса в этом мире. Он постоянно оставляет что-то в прошлом. Я позволяю ему передавать свое прошлое под мою опеку, чтобы оно его не задерживало. Значит, у вас с Абидоном особая связь? Хм, наверное, да. Но ведь боги всегда были способны на намного большие свершения, когда работали вместе. Рядом акула проплывает сквозь косяк рыбы, и тот рассеивается, пропуская хищника. Я хотел спросить кое-что еще о Безглазах. Говори. А ты мне не все рассказала про Безглазах, верно? Будь осторожен, если пытаешься обвинить бога смертный. Окружающая вас вода вдруг становится ледяной. Вы чувствуете, как она высасывает тепло из ваших вен? Абидон не бросал этих существ. Ты заставил его забыть их. Иначе он бы мог вспомнить, как умер. И что, если так и было? От этого ему хуже не стало. Наоборот. Забытье снимает тяжелую ношу. И если бы Абидон все помнил, это поставило бы под угрозу гармоничное сосуществование богов. Не так давно конфликт между нами привел к катастрофе в вашем мире и смерти одного из наших. Память – это всего лишь образ, который мы создаем, чтобы придать смысл настоящему. В нем нет ни правды, ни смысла, кроме того, что мы сами ему предаем. Небольшое изменение в нем – это малая цена за мир. Нельзя его обманывать. Я не ожидал такого от бога. Память обманывает. Она искажает. Она придает другой смысл. Это то же самое. Мир между богами уже и так хрупкий. Он не выдержит еще одного потрясения. А кое-что еще о безглазых? Говори. Какое новое предназначение ты им дала? Некоторые забытые вещи лучше никогда не вспоминать. Не только ради блага тех, кто забыл, но и ради всего мира. Не должно быть никаких сомнений, симпатий или отсрочек. Безглазые были рождены, чтобы выполнить эту задачу, хоть их создатель об этом не знал. Они целеустремлены и неутолимы. То есть они убивают тех, кто помнит то, что ты хочешь предать забвению? Они не избегают необходимого. Смертные многим им обязаны за те проблемы, что они скрыли. А, еще что-то? Спрашивай. Ты говоришь, что с одной стороны тебе нужно было призвать Йони Братер, но с другой стороны, что ты бы остановил его ради Абидона. Смерть бога – это большое потрясение. Время, в котором ты живешь, полно отзвуков этого события. Уверена, ты понимаешь. Ты сказала, что симпатия не может помешать. А как же твоя симпатия к Абидону? Он заслуживал лучшего. Он единственный из всех богов действовал. Защищал свои убеждения. Богиня упорства должна ценить такое качество. Я… да, я восхищалась им из-за этого. Но это нечто большее. Думаю, ты любила его. Движение подводного течения, которое ритмично увлекает вас то вперед, то назад, становится долгим и сильным, как вздох. Что бы он для меня не значил, это не могло продолжаться долго. Как всегда, наш долг перед Эорой превыше всего. Я знала, что он выступал против моих намерений. Что он хотел сохранить то, что я собиралась уничтожить. Я знала, что из-за этого возникнет раскол, который вряд ли получится исправить. Но я не могла и представить, что он зайдет так далеко. Я не представляла, что после этого я уже не буду знать его таким, каким он был. Если он не помнит о своей смерти, почему не начать с ним заново? Потому что из-за этого он может вспомнить. Нет, смертный, лучше нам существовать так, как сейчас. То, что произошло однажды, не должно повториться снова. Достаточно того, что я проклят воспоминаниями об этом. Хм. Так. Я хочу, чтоб ты отозвала безглазых. Наоборот, смертный, их работа должна продолжаться. Слишком многое было раскрыто, пока они бездействовали. Они привлекли внимание как раз к тому, что ты хотела скрыть. В моих снах я видел, как они уничтожают Дирвуд. Те, кто знал слишком много о белой кузне, будут начисто смыты с лица и оры. А потом безглазые снова уйдут на покой. Это не какое-то одинокое племя гномов. Теперь в кузню приезжают отовсюду безглазые, разорвут Дирвуд на части. Это никогда не будет забыто. Морская живность снует вокруг вас, зад и вперед, стревоженная и беспокойная. Даже если все так, как ты говоришь, сделать все равно ничего нельзя. Безглазые не думают сами по себе. У них есть только цель, которая в них заложена. Они не остановятся, пока не выполнят свое предназначение. Они не свернут с пути ни для меня, ни для кого-либо другого. Мне жаль. Кого-то сказал, что их можно отозвать. Только если те, кого они преследуют, больше не представляют угрозы. Рицерасы были остановлены до того, как смогли взять белую кузню. В твоем случае, Хранитель, ты зашел слишком далеко. А если твои слова правдивы, то и Дирвуд тоже. Это было твоих рук дело, ты должна вмешаться. Мешательство богов редко приносит кому-либо пользу. У нас слишком тяжелые прикосновения. Под ним крошится мир. Поэтому мы часто используем помощь смертных. Они исполняют наши желания с большей тщательностью. Я и так слишком много сделала. Если ты их не остановишь, то это сделаю я. Очень самонадеянно такое говорить богу, но куда деваться. Твоя целеумостремленность достойна похвалы, но без глаз их тысячи. Одной силы или удачи будет недостаточно. Ммм. Хмм. Так, ну… Помощь бога будет очень кстати. Я постараюсь тебе помочь. Я запретила без глазом скрываться, когда они в покое. Они собрались в полости большого камня, отломившегося от юнибратор. Он лежит в затопленном кратере, известном как Рубец Кейрона. Еще знай, что они обязаны ответить на зов молота своего хозяина. Услышав его удар, они приходят на помощь. Если тебе удастся забрать эту часть молота отсюда и перековать ее в кузне Абидена во что-то похожее на настоящий, то возможно ты сможешь призвать их к себе, но уничтожить их – это совсем другое дело. Я знаю один способ, но только из сердца логова противника и только с молотом хозяина в руках. Если тебе удастся сделать все это, перековать остатки молота Абидена и принести его в их логово, я смогу указать тебе, что сделать дальше. Я сделаю, что смогу. И я поддержу тебя, когда придет время. Я выкую молот заново в белой кузне и остановлю безглазых. Если ты этого не сделаешь, то можешь не сомневаться, они придут за тобой так же, как пришли за Паргрунами. Спокойные воды взбалтывают завихрения, словно неприятная мысль, беспокоящая разум. Будь осторожен на подходах к озеру. Когда я забрала безглазых, я позаботилась о том, чтобы их нельзя было обнаружить, когда они спят. Многие из моих самых преданных последователей стоят там на страже, они не подпустят тебя близко. А есть кое-что значительно худшее. Что-то более страшное и опасное, чем любые безглазые. Будем надеяться, что ты не привлечешь его внимание. И ты ничего не можешь сделать. Вместо ответа внезапно возникшее течение поднимает вас вверх. Плавно изменяющая форму и мерцающее слово на ртуть поверхность быстро приближается. Вас, насквозь промокшего, выбрасывает на каменные полусыпальницы. Вы хватаете ртом воздух так, будто не дышали несколько часов. Что ж, вот и все, что она нам рассказала. Ух ты, а куда эта дверка? Зал присутствия. А, ну видимо, это проход через аббатство. И оказывается, все это время этот проход был в келье верховного аббата. Неужто мы... Я не помню, раньше видели мы его или нет. Вполне возможно, что нет. Ну, либо у него была прямая линия сондры, и он об этом умалчивал. Очень стратежно, скотина такая. А, а вот и вы. Ну, если честно, их я уже так особо не боюсь. Потому как... Мы уже разборялись с верховным аббатом. А кто они такие? Или зря? Давайте как минимум заблокируем проход, чтобы никто мимо нас к нашим саппортам. Ну, не то чтобы саппортом, там есть чудный маг. Ну, в общем, чтобы никто вот к этим товарищам не подошел. А, товарищ стойк. Самое время подлечить манеху, малеха. Давай, 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 стойк. Ай. Эти твари умело телепортируются. Вот что я хочу сказать. Ну, то есть, столик... Столика. Столика. Особо не жалко, если что. Оп, 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 оп. Товарищ ран, давайте ты подлечишься. И, я думаю, вертушеньку вот сюда мы сейчас запустим. А теперь самое время прыгать вот к этому лучнику. Прямо на коленочке, так, к нему. Клобысь. Ран. Во. Потом крикнул и вдарил кулаком по морде. После чего впал безумие и продолжаешь тут всех резать. В принципе, варвары, они очень хороши в толу врага. А, безумие он впал как-то сам. Ну, его тут же застанели. В общем-то, недолго музыка играла. Что характерно, крик манехи, он по голосу очень похож на... Ну, точнее, он и есть тот же самый, что и у нашего варвара. У Ранда. Соответственно, получается, что они не сделали женского крика. Ай-яй-яй. Какой сексизм. Хе-хе-хе. Эй. Эй-ей-ей. Хоро лежать, братан. Эй. Рант, Рант, Рант. Не-не-не. Ты вот тут этого чувака, призывающего бой, добей. Вот. И пока у нас весь отряд резал нескольких чуваков, ага. Наш товарищ Рант взял и просто разобрался с целым отрядом врагов. Ну, и кстати, опять же, мы пришли сюда. И такие, хоп, после себя оставляем горстки трупов и разрушения. Ммм, фалиантик. Давайте-ка Аллоту его возьмем. Вдруг там что-нибудь новенькое есть. А, давайте даже тянуть не будем и сразу это и проверим. Воу. Я так подозреваю, что стоит нам выйти на улицу, мы продолжим наше приятное плотное общение с оставшимися чуваками. Так. Ну, что-то мы таки выучили. Потому что, вроде как, никто их оттуда и не убирал, получается. Ммм. Обходных путей сверху я не посмотрел. Ну, что ж. Я думаю, с этого мы начнем наш следующий эпизод. А в этом эпизоде мы заключили сделку с Богом. Причем продавили ее прям конкретно. Задавили умом несчастную. Ну, и в целом получилось круто. Поэтому спасибо Андрею Фиолетову за то, что продолжают поддерживать наш канал. И спасибо всем вам. Я думаю, примерный план на следующий эпизод. Это мы вырываемся отсюда. Мы берем в команду кого там... Дьявол из Карока, по-моему. Обучаем ее. И отправляемся дальше приключаться. Плюс у нас еще был какой-то квест там на Абидонский молот зачаровать. Вот. В общем-то план действий готов. Осталось его привести в действие. Но это сделаем мы через пару дней. Все. Всем удачи. Пока-пока.